Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст! Сегодня у нас очередной выпуск из серии подкастов, посвященных мифам и легендам Скандинавии Томаса Биркета. Поэтому давайте устраиваться поудобнее, заваривайте крепкий скандинавский чай, и мы начинаем! Но прежде чем начать, давайте, как всегда, опционально поставим лайк, долбаним в колокольчик, ссылочка на донат в описании, если вы захотите материально поддержать канал, мне будет очень приятно, любой суммой. Также подписывайтесь на группу ВК и Телеграм, туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск. И если канал забанит, то все выпуски вы можете найти у меня в группе ВК. А также ставьте лайки на Яндекс.Музыке, Гугл.Подкасте, Спотифае, да везде, где вы слушаете этот выпуск, так как это способствует продвижению канала. Ну что ж, погнали! Старкат Старкат — это герой другого пошиба, нежели Рагнара, о котором мы говорили в прошлый раз. Это человек огромного роста, которому с орденом было прожить три жизни. Говорят вообще, что он родился шестируким, и Тор отрубил ему четыре конечности, чтобы герой выглядел не так уж устрашающе, потому что это реально стремно. Но он не мог видеть, как этот Верзилл становится любимцем его отца. Для Тора это сильно било по его самолюбию. Старкат — до мозга костей герой Одина, и он посвящает себя поискам славы в бою. Его мало волнуют другие боги или люди низкого происхождения. Он терпеть не может легкомысленных людей и презирает женоподобие культа Фрейра. Старкат — не только выдающийся воин, но и поэт, одаренный Одином. Как и всеотец, порой он предает самых близких, при этом требуя от других самого нравственного поведения. Даже у величайших героев есть недостатки. Короче, это такой типичный солдафон. Жертвоприношение короля Викора Старкат был внуком великана, который жил за водопадом в высоких горах Норвегии. Легенда сообщает, что он решился похитить принцессу из Альфхейма, за что и был убит Тором. У отца Старката дела шли лучше. Он стал дружинником Харальда, правителя Агдера, но сгорел в своем доме, когда Старкат был еще ребенком. Конунг Харальд усыновил его и вырастил вместе со своим сыном Викором. Когда трон Харальда узурпировал конунг Хертьёв, Старкат был передан под опеку человеку по имени Граниконского волоса, который был сам Один. Толстокостный парнишка был лежебокой, и сводному брату пришлось вытащить его из постели, прежде чем тот присоединился к его планам отомстить за смерть конунга Харальда. Когда Викор наконец поставил Старката на ноги, он был поражен его размерами и тем обстоятельством, что у героя в 12 лет уже имелась борода. Вскоре после этого Старкат показал себя храбрейшим из людей и ценным компаньоном Викора. Вместе они свергли Хертьёва, подчинили соседние племена и совершили грабительский поход далеко на восток, где Скарл Старкат убил киевского князя, хоть и получил ранения, которые свалили бы более слабого воина. Конунг Викор укрепил свою власть и репутацию военного предводителя, а Старкат стал его любимцем и правой рукой. И так продолжалось много лет. Викор всегда побеждал и щедро одаривал Старката, пока одним летом он не решил поплыть со своим войском в Хордолан. Ветер вынудил флот встать на якорь у группы небольших островов. Советники Конунга решили, что для обретения попутного ветра надо принести в жертву Одину одного человека из войска. Все потянули жребий и метка смерти досталась Конунгу Викору. Они попытались судьбу вновь и опять для жертвоприношения был избран Викор. Люди были потрясены этим и условились выспаться, прежде чем принимать дальнейшие решения. Ночью Старката разбудил его приемный отец Грани Конского Волоса. Он позвал героя на лодку и привез его на один из ближайших островов. Там на лесной поляне Старкат обнаружил 12 тронов. Один из них был пуст, и Грани Конский Волос подошел и сел на него. Собравшиеся судьи поприветствовали приемного отца Старката как Одина. «Мы собрались здесь, чтобы определить твою судьбу, Старкат. Я начну. Ты проживешь необыкновенно долгую жизнь, если точнее, три людских срока». Другой судья промолвил во мраке. «Тогда я обещаю, что Старкат совершит на каждом из них ужасное злодеяние». То был Тор. Ему противно было такое благоволение этому великану. «Я же повелеваю так же, что каждая битва, в которой он будет участвовать, принесет ему славу и победу», — продолжил Один. «А я проклинаю его тем, что в каждой из них он будет получать ранения», — ответил Тор. «Я наделяю его даром поэзии и способностью составлять стихи с такой же скоростью, с какой обычный человек разговаривает. «А я говорю, что он не сможет запомнить ни одной строки после того, как она вылетит из его рта». «Но ему будут поклоняться и чтить его будут все знатные», — молвил Один. «А простые люди будут его ненавидеть», — ответил в ответ Тор, все более распаляясь. На этом суд над Старкатом закончился, и приемный отец увел героя из священного места. «Я помог тебе, сын, влюнив в твою жизнь и дав тебе эти дары, а теперь прошу кое-что взамен. Ты отдашь мне воинственного конунга Викора в расцвете его сил. И вот как ты это сделаешь». Старк отвернулся на корабль до рассвета, и когда воины проснулись, они поняли, что у правой руки Викора созрел план. «Раз Один желает видеть жертвоприношение Викора, совершим его понарошку. Они привезли Викора на ближний остров и нашли дерево с высоко расположенными ветвями. Он вынул внутренности из теленка, перекинул кишки через ветвь, чтобы сделать петлю, и попросил конунга встать, обернув ею свою шею. «Я уколю тебя этим тростником. Предложу тебя Одину, и жертвоприношение свершится». Конунг-Викор согласился. Все это выглядело весьма безобидно. Но тростник этот дал Старкату Один. Когда тот ткнул им конунга, он превратился в копье и прошел насквозь. Телячьи кишки заствердели и превратились в ивовые прутья, и наклонившийся ветвь взмыло вверх, подняв несчастного вождя в воздух. Так к жертвоприношению воплотилась реальность, а конунг-Викор присоединился к Одину. За это первый из злодеяний, предсказанных Тором, весь простой люд, считавший Викора своим защитником, возненавидел Старката. Жизнь победителя После убийства Викора Старкат присоединился к отряду викингов, который направился вглубь Руси. Когда славяне попытались задержать их приближение, разбросав по полю гвозди, викинги надели деревянные башмаки, пошли на штурм вражеской крепости и захватили столько добычи, что заполнили ей все свои корабли. Сколь Старкат стал зажиточным человеком, и когда вожак их шайки погиб в битве, сделав некоторый перерыв, провел семь лет в Швеции с сыновьями фрейра. В Упсале был посвященный им храм, где они совершали жертвоприношения и выполняли диковинные обряды с колокольчиками. Старкат возненавидел развлечения и женственные пляски этого культа плодородия, порвал с братьями и присоединился к другому грабительскому отряду, направляющемуся на запад в Ирландию. Он слышал, что правитель Дублина испытывает огромное пристрастие к актерам и шутам, и что однажды, когда он награждал нового воина новыми башмаками, врожденная подлость заставила его вынуть из них шнурки. Едва ли стоит удивляться, что его люди покинули поле боя вскоре после того, как на них напали викинги. Однако доля Старката вынуждала его получать раны в каждом бою, и один бесстрашный боец рассек голову героя, оставив у него на лбу гноящуюся рану. Когда викинги дошли до Дублина и разграбили его, Старкат позаботился о том, чтобы собрать всех лицедеев и шутов за стенами города, оскорбить и избить их, он находил их легкомысленное поведение отвратительным. Что еще можно сказать о первом отрезке жизни Старката? Он присоединился к славянам, чтобы подавить восстание на Востоке, и сразил на Руси богатыря по имени Визин, или Визин, не знаю, ну, Визин как-то, как лекарство звучит, о котором иные говорят, что тот был колдуном. В Византии он боролся с мужем огромного роста, которого никто прежде не мог одолеть, и повалил его на земь. Потом он попал в кораблекрушение близ берегов Дании и был спасен конунгом Фротти, человеком, которого он в дальнейшем будет считать величайшим и самым щедрым из правителей. Будучи его помощником, Старкат сразился с Саксом по имени Хама, который он смехался над его возрастом и чуть было не одолел схватки, повалив героя на землю ударом своего могучего кулака. Но Старкат быстро отправился и разрубил Сакса надвое. Это свершение принесло ему великую славу и богатые дары, землю в Дании и 60 рабов, которые ее обрабатывали. Борьба за моральный облик Данов Затем конунг Фротти пал жертвой предательства Сакса Свертинга, который сжег правителя Данов на Перу. Королевство перешло к сыну Фротти Ингельду, помышлявшему заключить мир с Саксами и сыновьями Свертинга. Ингельд очень отличался от своего отца. Он посвятил свою жизнь оргиям и пьяным сборищам. Двор его превратился в пристанище порока. Старкат не желал иметь с ним ничего общего, а потому уехал в Швецию, но издали продолжал следить за семьей Фротти и не стеснялся вмешиваться в его дела. В один день до него дошла весть о том, что дочь Фротти, Хельга, имеет связь с одним ювелиром низкого происхождения, а Ингельд ничего с этим не делает. Старкат высадил ювелира и под видом нищего пришел в его мастерскую. Там он обнаружил, что простолюдин просит сестру Кононга выискать в шеи в его лобковых волосах и запускает руки ей под платье. Когда Хельга узнала о скрытом под плащом силуэте в углу комнаты верного спутника своего отца, она залилась краской, а Старкат уже не мог сдержать себя. Он кнул ювелира, пытавшегося выбежать наружу кинжалом в причинное место, рассудив, что такой увечий будет для подобного распутника страшнее смерти. Через какое-то время просить руки Хельги явился более подходящий претендент. Его звали Хельги. И он приехал из Норвегии на корабле, паруса которого были украшены пурпуром и золотом. Молодой человек вел себя достойно, но по приходи конанга Ингельда ему предстояло сродиться с другими женихами. Хельги согласился, но не знал, что ему придется столкнуться с девятью братьями подряд. Такой бой показался ему нечестным, но что он мог поделать? Пути назад не было. Хельга вспомнила о том, что Старкат всегда был другом семьи и сочла, что он мог бы дать хороший совет, а потому сказала претенденту на свою руку отыскать старого защитника в Швеции. Старкат легко согласился приехать и помочь в столь благородном деле. Когда он прибыл ко двору Ингельда, девяти братьям никто не помешал потешиться над старым героем, гримасничать и фыркать подобно диким псам. Это лишь укрепило Старката в решении преподать ему рог. Когда наступило утро дня, на который был назначен поединок, Старкат оставил спящего Хельги в комнате его возлюбленной и сам отправился к месту Хольмганга. Так называлось подобное состязание. Он хотел начать пораньше. Старый воин, чего бы никогда не сделал юный норвежец, спрятался в сугробе без одежды, погрузившись снег до плеч. Девять братьев же в это время собрались на месте поединка вокруг костра, дрожа от холода. Солнце зашло и настало намеченное для боя время, но братья обнаружили не Хельги, а лишь огромного ногого воина, лежавшего в снегу. Они спросили, не послал ли Хельги его сражаться от собственного имени и намерили он драться сразу со всеми ими по очереди. «Обычно я расправляюсь с тявкающими псами в стае», ответил он, счищая снег со своих грубых рук. Старкат сразу же убил шестерых братьев, но оставшиеся трое были сильнее, и он получил не менее семнадцати ран, пока не сразил их. У героя с живота вываливались кишки, но сколь бы ни были тяжелые его раны, Старкат отказался от помощи трех прохожих. Королевского сборщика податей, с которым он не хотел иметь никаких дел, извозчика, этого он высмеял заженить бунрабыни и служанки, которые он сказал позаботиться лучше о своих ревущих детях. Согласился он лишь на предложение благонамеренного крестьянина, на чьей лошади Старкат и добрался с места Хольмганга до дворца Ингельда. Труд хлебопашца в его глазах был приемлемым занятием. Когда Старкат вернулся во дворец, ему надо было свести кое-какие счеты. Хельги не пришел на поединок, на котором он в одиночку сразился за норвежца. Если что-то излило героя больше трусости, то только лень. Он выломал дверь в спальню принцессы и потребовал ответить, почему он в кровати занимается любовью вместо того, чтобы сражаться. Хельга предупредил возлюбленного, чтобы в том случае, если Старкат вернется в гневе, он был первым. Юноша полетел к двери и ударил великана мечом в лоб. Он получил бы ответный удар, если бы Хельга не вмешалась и не прикрыла его щитом от старика. При виде такой сцены старик кивнув, хоть глаза его заливала кровь, то была достойная пара, не боявшиеся схватки, и он простил им их мелкие грешки. Но в отношении Ингельда, в правлении которого Таня превратилась в дом терпимости, он не питал такой снисходительности. Старкат заметил, что сын Фротти заключил мир с саксами, и что еще хуже, пытался развлекать сыновей убийцы своего отца и женился на королеве саксов. Старкат видел в этом бесхребетность и решил напомнить сыну Фротти о его долге. Для этого он отправился во дворец, неся на спине уголь, дабы намекнуть ему, что следует разжечь пламя мести, но когда он прибыл, королева не разрешила ему сесть на скамью из страха, что он испачкает мебель. Старк оттерпеть не мог иноземные ядства, которые подавали на серебряных тарелках, а маринованное мясо считал знаком крайнего упадка. Он швырнул драгоценную золотую косу, подаренную ему королевой, ей в лицо. Ей недостаточно прошлых издевательств, и теперь она хочет представить его женщиной? Приятная и мягкая музыка воздействовала на него не сильнее, чем на камень, и он бросил во флейтиста кость, и тот затих. «Эй, в чем дело, старик? Наше гостеприимство тебе не по нраву?» спросил Ингельд, не сдержав отрыжку после всех съеденных яств. Здесь Таргат уже не мог не вспылить. Он с перекошенным лицом встал со своего места и принялся укорять Ингельда за все его слабости. «Ты забыл о первейшем долге сына отомстить убийцам своего отца. Ты сидишь здесь и услаждаешься кушаньими тех самых людей, которых должен предать мечу». Говорят, что тут старик прочитал стих, столь хлестко изобличивший поступки Ингельда, что Дан взял меч и зарубил принцев саксов на месте. Сыне Фротти наконец пробудилась храбрость его предков, и он залил пиршественный стол кровью. Старый герой Старгат был доволен этим днем. Старгат вернулся в Швецию, на закате его лет датский трон переходил от одного правителя к другому. В эти годы ему суждено было совершить второй свой постыдный поступок. Он, охваченный общей паникой, возобладавший над войском, покинул битву между Данами и Свеями. Конечно, вскоре Старгат искупил этот проступок, и, несмотря на свою старость и шрам, явился к знатному норвежцу по имени Оллу, чтобы занять почетное место в его дружине и принять участие в грандиозной битве при Бравелире на стороне Свеев. Конфликт между Свеями и Данами длился достаточно долго, потому что Один посеял семена раздора между Сигурдом Кольцом и его дядей Харальдом Боезубом. Говорят, что старый король искал поводы для войны с тем, чтобы погибнуть с мечом в руках и войти в Вальгалу. Подготовка к битве при Бравелире длилась семь лет и привлекла племена и наемников всех морей. Копия их заслоняли небо. Сохранилось много имен героев, участвовавших в этой величайшей из битв, но Старк отбился на стороне шведов и говорят, что он убил много дружинников Харальда и отрубил руку воительницы, державшей датское знамя. Другая женщина так рассекла Старкоду лицо, что ему пришлось прикусывать бороду, чтобы не отвалилась челюсть. Когда герой вышел из боя, из груди его торчало легкое. На щеке зияла глубокая рана и на руке не было пальца. Тело Старк как это было изрублено. Над полем битвы стоял красный туман, исходивший от ран павших. Колесничий сбросил Харальда Боезуба в гущу сражения и его забили до смерти собственной булавой. Некоторые говорят, что возницей был сам Один, который забрал причитавшийся ему Вальгалу. Победа осталась за Сигурдом кольцом, чему немало помог Старкод. Ну и конечно же у всего есть конец, мы поговорим о смерти Старкода. Последний позорный поступок, который совершил Старкод за свою долгую жизнь, возможно хуже всех остальных. В битве при Бравелире Олла командовал флотом и сражался в авангарде, и Сигурд кольцо предложил ему править Зеландией. Старкод служил Олла много лет, и конунг доверял ему больше всех других дружинников, но покоренными данными Олла правил сурово. Вскоре после этого пошли слухи о восстании. 12 датских вождей собрались и придумали лучший способ свернуть конунга. Они подкупили Старкода, чтобы тот присоединился к их матяжу и убил конунга при первом удобном случае. Старк отступил в покое Олла, когда тот принимал ванну. Пристальным взглядом конунга остановил Старкода, и его гигантские конечности онемели. Говорят, что одного взгляда Олла было достаточно для того, чтобы парализовать самых храмных героев, но он настолько доверял своему старому другу Старкоду, что прикрыл лицо полотенцем, чтобы выслушать старика. Как только воздействие взгляда Олла прекратилось, Старкод перестал колебаться Старкод получил огромную сумму золота, вскоре он пожалел о трусливом убийстве и прикончил вожака заговорщиков, чтобы удовлетворить свой гнев. Тогда он положил свою золотую добычу в мешок, повесил его на шею и поклялся отдать его своему палачу. И вот Старкод немощный и послеповатый старик, подпоясанный двумя мечами и на костылях отправился в путь, чтобы найти свою смерть. По пути он встретил крестьянина, который стал потешаться над тем, зачем старику два меча. Верно, ты можешь один отдать мне? Старкод попросил крестьянина подойти поближе, чтобы получить меч в дар, а затем внезапно разрубил его надвое. Он никогда не мог терапеть дерзости. Тогда какие-то охотники, ехавшие верхом, решили, что будет забавно на полном скаку направить лошадей на старика, чтобы напугать его до смерти. Но своими костылями Старкод выбил их из седел и прикончил на месте. Их спутник человек по имени Хатар признал в Старкоде седого героя. Они обменялись стихами. Старкод вспомнил дни своей славы, как часто делают старики, а Хатар стал оскорблять некогда могучего героя и нынешнее его плачевное состояние, конечно же. В конце концов, Старкод понял, что он имеет дело человеком благородной крови и сносным поэтом. Поэтому он предложил юноше свой меч и попросил убить его. Таков закон, что молодые деревца следует лелеять, а старые рубить. Старец мог Хатар нанести удар, напомнив ему, что именно он не так уж давно убил его отца. Так что насладись моей кончины, мальчик. Если тебе удастся отрубить мне голову и проскочить под моим телом, пока оно не упало на землю, то ты станешь неосприимчив к оружию навсегда. Хатар так и сделал, струбил голову старика с плеч, но не стал проскакивать под его телом, и это было правильно, ибо огромное туловище Старкота грохнулось озим с такой силой, что раздавило бы его насмерть. Как и замышлял на самом деле старик, коварный такой. Говорят, что голова героя столь же свирепого в смерти, что и в жизни, вцепилась зубами в траву. Так закончилась третья и последняя жизнь старого героя Старкота, человека, который пережил целые династии, служа Одину, и который не простил ни одну обиду, даже себе самому. Что ж, ребята, вот такой сказ, вот такая история, и да, это не Рагнар, но в принципе это еще один герой, герой Старкот, великан, который прожил довольно непростую жизнь, и которая была рассказана в мифах и легендах. В следующий раз мы поговорим про Хервер и Хейдрика и зачарованный меч Тюруфинг. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании. До новых встреч, берегите себя и своих близких и всем пока!